всем привет с вами юлия и в этом видео очередные полезности от факультета рукоделия сегодня я хочу вам показать несколько способов набора с открытыми петлями и так не будем долго болтать сразу начинаем первый способ для любого способа набора с открытыми петлями нам понадобится дополнительная бросовая ниточка то есть та ниточка которую мы сможем спокойно распустить и выкинуть у меня пусть будет это серая ниточка белая ниточка у меня будет основной и так мы берем вот эти два хвостика складываем вместе приготовили взяли в руки спицы я набираю обычно на две спицы если они тонкие вот так вот хвостики подхватываю вместе со спицами и вот здесь белую ниточку основную я накидываю на указательный палец а бросовую нить серую я накидываю на большой палец то есть ниточки у нас на пальцах расположились так как будто мы набираем обыкновенным перекрещенным способом и начинаем значит первую петлю мы подхватываем бросовую нить зацепляем основную протягиваем в эту петлю скидываем с пальца и подтягиваем вот так получилось первая петля вторая петля точно также подтянули и продолжаем делать набор то есть мы заводим всегда спицы под бросовую нить захватываем основную скидываем с пальцы и затягиваем петельку наберу еще несколько петелек чтобы удобно было показать в итоге у нас получился вот такой набор петли на спицы образовались из основной нити а узелки из дополнительной все мы вытаскиваем одну спицу бросовую ниточку мы можем здесь оборвать и продолжаем вязать то что нам необходимо хоть по кругу хоть поворотными рядами не важно в общем я сейчас провяжу несколько рядочков чтобы было понятно и вернусь к вам смотрите мы с вами провязали все что необходимо в эту сторону теперь нам нужно вернуться в начало распустить бросовую ниточку поднять петли на спицу и продолжить вязание в другую сторону и вот при этом способе я бы сказала есть маленькие неудобства ниточку вот эту вот придется вот так подцеплять и каждый раз распускать то есть вот я сейчас поднимаю петли на спицу и мне надо вот эту ниточку вытаскивать вот так вот пока хвостик короткий ее доставать еще удобно но он будет становиться все длиннее длиннее придется брать в руки ножницы обрезать ниточку это достаточно я бы сказала долго набирать удобно быстро но вот потом распускать не совсем удобно в общем при таком наборе плюс достаточно быстрый и удобный набор но потом когда поднимаем петли придется повозиться и это на мой взгляд минус все петли подняли можно и продолжать вязание в другую сторону для второго способа нам понадобится крючок и мы и сбросовой ниточки должны связать цепочку воздушных петель вот так сильно не затягиваем петельки потому что нам нужно потом будет поднимать их на спицу длинную вязать не буду чтобы показать вам быстро последнюю петельку затягиваем теперь берем спицы и смотрим на цепочку с лицевой стороны у нас с вами вот здесь вот петельки располагаются как косичка а с другой стороны с изнаночной вы видите вот такие бугорки вот за эти бугорки нам с вами нужно поднять петельки на спицу теперь мы берем основную ниточку и начинаем провязывать эти петельки вот так выглядит набор сейчас точно также провяжу небольшое количество рядов и вернусь к вам и точно так же повязав в одну сторону мы можем вернуться к началу распустить вот эту цепочку поднять петли на спицу и вязать в другом направлении и смотрите вот эта цепочка хорошо распускается с той стороны где она заканчивалась вот здесь вот узелок с которого я начинала а вот эта петелька у нас затянутая петля последняя и если мы ее сейчас подцепим и распустим цепочка будет распускаться видите сама только потянуть за ниточку самой первой петельки скорее всего надо будет кончик вытащить а дальше мы поднимаем петлю и вот так вот распускаем петлю цепочки то есть такой вариант для поднятия петель намного удобнее и занимает меньше времени вот так все петельки у меня на спице еще вам покажу один способ вернее это даже не способ а вариация второго способа точно также нам нужно набрать цепочку воздушных петель в нужном количестве также мы разворачиваем цепочку изнаночной стороной там где у нас бугорки и подхватывая вот этот бугорок сразу же вводим сюда нить рабочую то есть мы получается не поднимаем петли цепочки на спицу а сразу же провязываем их рабочей нитью вот таким образом вот как вы видите получается то же самое если вам удобнее сразу ввести рабочую нить можно делать так можно поднять петельки сначала на спицу а потом их провязать и еще один способ это когда мы при помощи крючка сразу делаем набор на спицу для начала нужно сделать первый узелок далее мы берем в руки спицу подводим ее сюда вот под крючок я надеюсь что у меня получится я этот способ просто никогда не использую я его знаю но мне не нравится накидываем нить на спицу подхватываем крючком снизу и провязываем вот в эту петельку которую мы сделали то есть у нас снова на крючке осталась одна петля снова делаем накид на спицу протягиваем ниточку через петлю накинули нить на спицу крючком снизу подхватили провязали петельку вот таким вот образом у нас сразу бросова нить набирается на спицу и мы в следующем ряду получается провязываем уже основной нитью первый ряд по сути это та же самая цепочка воздушных петель только там мы ее провязывали потом поднимали вот эти петельки и распускаться в полотне она будет точно так же вот видите все мы сделали набор на брусовую ниточку затянули узелок берем основную нить и провязываем первый ряд и точно так же мы ее можем спокойно распустить я не буду вязать в глубину полотно вот видите я тяну и у нас все распускается ну то есть если бы у нас сейчас было провязано несколько рядов эти бы петельки можно было поднять на спицу и продолжить вязание в другую сторону я надеюсь вам полезен был этот урок сохраняйте это видео к себе в копилочку чтоб любой момент вы могли его найти и использовать в своих проектах тот вариант который вам понравился с вами была юля и мой факультет рукоделия буду благодарна за лайки обязательно пишите комментарии всем пока пока